Всем привет, друзья! Рада приветствовать всех на канале! Сегодня у нас отличная погодка и я иду готовить вкусное лечо. Для этого нам понадобится 1,5 кг помидор, 5-6 зубчиков чеснока, у меня чеснок крупный, поэтому я буду брать 2 крупных зубчика, 2 кг болгарского перца, 2 крупные морковки, у меня морковка средняя, поэтому я взяла 4 штучки, 1 столовая ложка соли с горкой, 1 столовая ложка сахара без горки и растительное масло 100 мл. Все овощи моем, чистим, нарезаем удобным вам способом, кружочками, колечками, полосками. Томатики я режу достаточно крупно, убираю плодоножки и нарезаю примерно на такие кусочки, достаточно крупные. Вы можете нарезать так, как вам нравится. Чеснок я нарезаю на вот такие пластиночки, а потом измельчаю ножом. Вы можете делать, как вам удобно, пропустить через чеснокодавку, через блендер, измельчить блендером. Я нарезаю вот так и тоже достаточно крупно. Где-то вот так получают, с такими крупными кусочками. Добавляем подготовленный чеснок к нашим томатикам. Ну, а морковку я буду натирать на крупной терке. Вот так. Добавляем натертую морковь к нашим помидоркам и чесноку. Сюда же добавляем столовую ложку соли, ложку сахара. Все перемешиваем и отставляем нашу емкость, которую мы будем варить на некоторое время. Пусть овощи немножко постоят, дадут сок, а мы пока займемся перчиком. Помытые и очищенные от семечек перчики я нарезаю вот такими полосочками. Тоже достаточно крупно. Вы можете нарезать так, как вам нравится. Перчики наши нарезанные мы пока отставляем в сторонку, а подготовленные до этого овощи ставим на плиту. Ставим на средний огонь и ждем, пока они у нас закипят. То есть доводим до кипения. Как только наша масса начинает закипать, мы добавляем сюда растительное масло и подготовленный заранее болгарский перчик. Все аккуратно перемешиваем и будем варить с момента закипания 20-25 минут. Будем, естественно, пробовать, чтобы овощи у нас были мягкие. У всех плиты разные, поэтому, естественно, будем проверять. Ну и пока наши лечи булькой, хотела бы обратить внимание на некоторые моменты. Первое. Рецепт дан в грязном виде. То есть учитывайте, что после того, как вы почистите перец и томатики, вес у вас изменится. Но за основу берутся эти цифры. Второе. Томаты бывают разные. У меня томатики очень сладкие, поэтому сахара мне в этом рецепте достаточно. У всех вкусы разные, поэтому, естественно, ориентируйтесь на свой вкус. Можно добавить, либо уменьшить количество песка, либо соли. Это уже по вкусу. Ну и третье. Время приготовления. У всех плиты разные. Я сейчас посмотрю, сколько у меня выйдет по времени. А вы уже ориентируйтесь по своим плитам. Рецептом этим поделилась со мной моя знакомая, за что ей огромное спасибо. Каждый год делаю этот рецепт. Делаю несколько видов леча, но это одно из самых наших любимых. Делаю несколько заходок. Все, практически оно готово. Осталось буквально 2-3 минутки. Овощи мягкие я уже попробовала. И будем раскладывать по заранее подготовленным баночкам. По выходу у меня получилось 4 баночки по 0,5. И вот здесь вот тарелочки. Такая красота оставила, чтобы вам показать. Но из этого количества получается 5 пол-литровых банок. По времени вышло у меня 27 минут с момента закипания, после того, как добавила перец. Сразу скажу, канал у меня не кулинарный. Просто делюсь рецептами, которые любят в нашей семье. Вот таким рецептиком сегодня с вами я поделилась. Простой, варится быстро, без уксуса. Может, кому-то и пригодится. Продолжение следует... Продолжение следует...